Добрый день. Вас приветствует студия «Климатический эксперт». Давайте рассмотрим, что сегодня произошло в мире. Более сотни рыбаков унесло на льдине в США. Гигантские волны смывают целые города в Калифорнии и США. Покажем новые и, по правде, страшные кадры кипящего Тихого океана. Наводнение в Европе в Британии затопило подземные тоннели под проливом Ла-Манш, который связывает Англию и Францию. В канун Нового года сотни человек застряли на вокзалах. Шторм в Британии накрыло мощным снегопадом Шотландию. Глазга утопает в снегу. А в Саудовской Аравии ледяные реки побежали по пустыне после того, как город накрыли ливнесградом. Покажем кадры из сектора газа, где люди провожают 2023 без воды и электричества, как выживают палестинцы. В Индии сотню рейсов отменили из-за густого тумана в Дели 12 тысяч яиц и 2,5 тонны муки разбросали по улицам жителей Испании во время традиционной схватки в Аликанте. Ну и покажем главные елки в Минске и Бишкеке, столице Белоруссии и Киргизии. Сказочно украсили к Новому году. Что же, поехали. Начнем с США. Там, в штате Миннесота, экстренным службам пришлось проводить спасательную операцию, чтобы вызвались горе рыбаков, которых унесло на оторвавшейся льдине. Все случилось на озере Ред Лейк. Еще в пятницу в полицию позвонил один из рыбаков и рассказал, что льдина отделилась от основной береговой линии примерно на 15 метров. Вода, сами понимаете, ледяная, а на льдине оказались в том числе и несовершеннолетние. Прежде чем подоспели спасатели, один из местных жителей попытался перевести часть людей на каноэ, но оно перевернулось. Четверо оказались в воде. В итоге они выжили, как и все остальные, когда их все же спасли. Остаемся в США, но перенесемся в солнечную Калифорнию, которую в последние дни нещадно штормит. Тихий океан кипит и пенится, а побережья заливают такие гигантские волны, что они сбивают с ног не только людей, но и смывают автомобили и даже дома. Так, очередной опасный прибой в некоторых районах Южной Калифорнии обернулся прибрежными наводнениями в субботу вечером. Волны нанесли ущерб пляжам от Лос-Анджелеса до Сан-Франциско. Так, вдоль береговой линии Сан-Франциско, Монтерея и Бексура зарегистрированы волны до 9 метров, у Санта-Барбары до 7 метров. Нужно отдать должное метеорологам. Они заранее предупредили местные власти о шторме, так что те закрыли многие пляжи. В округе Вентура также предупредили население о возможной эвакуации, но уровень воды не достиг порогового значения. Тем не менее, ущерб от удара волн и последовавшего за этим прибрежного наводнения ощутимы. В сети разлетаются новые кадры. На них зеваки, которые решили сделать эффектные кадры, тщетно пытаются спастись от волны, которая накрывает десятки человек. Несколько припаркованных рядом автомобилей унесло в океан. По данным пожарной службы, по меньшей мере восемь человек попали в больницы с различными травмами. Сейчас на побережье профильные службы создают песчаные барьеры длиной почти в два километра, чтобы обезопасить поселение от нового разрушительного прибоя. По прогнозам, в первых числах нового года штормовая активность в Тихом океане ослабнет. А теперь в Европу, где также штормит, да так, что наводнения топят подземные тоннели под проливом Ла-Манш, который связывает Англию и континентальную Европу. Компании Евростар и Саут-Истин вынуждены отменили движение скоростных поездов из-за ЧП. Часть путей под землей в графстве Кент оказалась под водой. ЖД сообщения пришлось временно закрывать. Из Лондона в страны континентальной Европы, например, не смогли попасть пассажиры 29 поездов. Тысячи людей сейчас пребывают в одном из крупнейших транспортных узлов Великобритании. Что касается затопленных тоннелей, то инженеры сообщают, уровень воды постепенно снижается, но пока рано говорить о полном возобновлении движения. При этом ливни продолжаются. Метеобюро Великобритания предупредила, что 31 декабря на некоторой части юга Англии и Уэльса может обрушиться ветер скоростью до 120 км в час, а в северной Шотландии ожидается сильный снег. Эти кадры как раз сняты в Шотландии. Снегопад там накрыл город Глазго и окрестности. В целом же на большей части страны действует желтое предупреждение о погодной опасности. В высокогорных районах ожидается выпадение до 20 см снега в течение нескольких часов. Это уже отразилось как на автомобильном, так и на железнодорожном сообщениях. Так из-за гололеда и снега шоссе А82 закрыли в северном направлении. На трассе А9 произошла крупная авария. Там вроде бы без жертв, но движение было блокировано. В аэропорту Глазго из-за снегопада задерживаются рейсы, а компания Калмак отменила или приостановила некоторые рейсы паромов. Кроме того, как пишет BBC, более 48 тысяч объектов недвижимости из-за шторма остались без электричества. В отдельных районах высок риск наводнений. Небывалая погода и в Саудовской Аравии. Там ледяная река потекла по одному из городов в пустыне после того, как регион накрыло дождями, снегом и градом. В центре погодной аномалии оказался населенный пункт Бурайда, где проживает почти миллион человек. Последствия удара стихии сейчас на ваших экранах. Улицы превратились в реки, между домами плавают фрагменты льда, автомобили с трудом преодолевают эти водно-снежные преграды. Движение фактически застопорилось, а многие жители от греха подальше и вовсе остались дома и не решились выходить в город. В другом, северном регионе Аравии, окрестности Джабаль-эль-Лау с элементальной горы превращаются в зимнюю страну чудес. Все из-за исторического снегопада. Все это напоминает какую-то предновогоднюю сказку, так что жители расположенного рядом поселения Табук подтянулись к горе, чтобы насладиться шикарными и необычными для этих мест видами. Густой туман накрыл север Индии. В столичном округе Дели отменили около сотни авиарейсов. Видимость в среднем упала до 50 метров. Как сообщает Метеорологический департамент Индии, туман нарушил транспортное сообщение в столице, а также в штатах Пинджаб, Харьяна, Утар-Прадеш, Раджастан и Матхьепрадеш. В городах Патиала и Лакхнау крайне низкая видимость, она не превышает 25 метров. Как пишут СМИ, помимо авиасообщения, это отразилось и на железнодорожном. Туман привел к задержке 25 поездов. Те же, что курсируют, вынуждены буквально пробиваться сквозь белую мглу. На вокзалах тысячи пассажиров ожидают своих рейсов. При этом сотрудники ЖД-компании пока не могут дать конкретный ответ, когда движение поездов полностью возобновится. Куда хуже сейчас жителям сектора газа. Перемещенные палестинцы ищут способы, чтобы хоть как-то нормализовать жизнь в лагерях для беженцев. Так, в Рафахе, один из палестинцев, используют для выработки энергии солнечную панель, чтобы с ее помощью местные могли зарядить свои телефоны и оставаться на связи с близкими в других частях анклава. Иногда солнечную панель также используют и для зарядки аккумуляторов, чтобы осветить палатки. В целом, в лагерях для беженцев сейчас патовая ситуация не только с электричеством. Отсутствуют туалеты, не хватает еды и чистой письевой воды. Так, в Джибали, еще одном пункте временного размещения, люди часами выстаивают в очередях колодцу, чтобы наполнить канистры хоть какой-то водой. О ее качестве говорить не приходится. Тем не менее, люди готовят на ней пищу, пьют, используют для стирки, потому что других вариантов у палестинцев сейчас просто нет. Я же напомню, что 22 декабря Совет Безопасности ООН принял резолюцию, направленную на облегчение поставок гуманитарной помощи в сектор газа и создание условий «для устойчивого прекращения боевых действий». Конец цитаты. Боевые действия все еще продолжаются.